Дамы и господа, мы имеем честь представить вам главное событие сегодняшнего телевизионного вечера в Крыму. Ток-шоу «Жёстко». Острая тема, убойные аргументы и бескомпромиссные позиции сторон. Главный арбитр в ринге Елена Емельянова. Добрый вечер. Точный расчет или знаки свыше? Научное обоснование или сверхъестественный дар? С помощью чего можно эффективнее заглянуть в будущее? Сегодня, в преддверии Нового года, мы определим, что лучше – прогнозы аналитиков или предсказания гадалок. Кто победит на информационном ринге, начнем спорить прямо сейчас. И всё будет жёстко. В красном углу ринга сторонники научного прогноза. Юрий Воробьёв, доктор экономических наук, профессор КФУ имени Вернадского. Денис Батурин, политолог. Валерий Кравченко, астроном, учёный-секретарь Крымского отделения астронома геодезического объединения. В синем углу ринга сторонники альтернативных методов предсказания будущего. Андрей Андреев, астролог. Яна Багдасарова, биоэнергетик-психолог, рунный оракул. Мария Сергеева, мастер гадания на картах Таро и кофейной гуще. Первый раунд. Бой с тенью. Итак, правила первого раунда. Задача участников двух команд, отвечая на мой вопрос, максимально коротко и ясно разъяснить свою позицию по теме. На это каждому из вас даётся ровно 30 секунд. Споры не вступать, для этого будет отдельный раунд. В ринге запрещено использовать нецензурную лексику и физический контакт. Всё, что не запрещено, разрешено. Но я не советую вам отклоняться от темы, нарушать регламенты без причины, переходить на личности. За ходом поединка буду следить я и судейская коллегия. Журналисты Оксана Куприянова, Игорь Китаев и секретарь судейской коллегии, редактор телеканала «ГРМ-24» Дмитрий Михайлов. Все нарушения учитываются при вынесении итогового решения. Так, вы готовы? Тогда мы начинаем в ринге все решения, принимаю я. Кому выступать первым? Первым начнёт выступать команда в синем углу. У каждого из вашей команды есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос. В 21 веке наука нашла ответы, как вы знаете, на многие вопросы. Все мы дети прогресса и пользуемся его плодами. Так почему современные люди должны верить тем, кто использует методы средневековых колдунь или шарлатанов? Вы считаете, что ясновидение, оно круче, чем статистика? А экспертное мнение лучше, чем всё остальное? Я полагаю, что нужно взвешивать как экспертное мнение, так и мнение людей, которые близки к природе. Потому что всё-таки экстрасенсорные способности и взгляд в будущее – это всё-таки согласие с природой. И к своей интуиции прислушиваться следует. Иначе, если полагаться только на аналитику, разве мы достигнем нужного результата? Ведь правильное решение – это взвесить все «за» и «против» и принять все возможные методы. Я скажу, что нужно прислушиваться и к аналитикам, но и к своему сердцу. То есть я вам скажу, что ваше сердце, душа вас не обманет никогда к сердцу, к своему. То есть если бы всё делалось через сердце и через любовь, потому что всё в мире есть энергия, то, чем занимается аналитика – это тоже энергия. И всё, что мы несем в этот мир, возвращается. То есть если мы видим это так и убеждены в этом, в это верим, оно так и будет. Мы создаём свою реальность. Спасибо. Что скажете вам? В целом астрология – древнее знание, которое просто не признаётся официальной наукой, а вообще является научным знанием, потому что там есть циклические процессы, которые есть в экономике, которые есть в развитии государств. И эти циклические процессы учитываются аналитиками. Поэтому тут спорный вопрос, насколько астрология, ну, не наука, скажем так. И с другой стороны, здесь, конечно, присутствует очень мощный… Спасибо. Теперь вопрос к команде «В красном углу». Научный прогресс не мешает людям верить астрологам, шаманам, ясновидящим. Возможно, учёные просто не доросли до понимания чёрной и белой магии, как когда-то ваши коллеги думали о том, что Солнце вертится вокруг Земли. Что скажете? Ну, Солнце вертится, конечно, не вокруг Земли, как мы теперь уже все знаем. И уже наши дети даже учат это всё с самого маленького возраста. Благодаря тому, что, скажем, есть рациональные вещи, есть иррациональные вещи. Так вот, наука, она всё-таки признаёт рациональные вещи. А все эти гадания на картах, Таро, это всё… Даже астрология, хотя я после того, как строили гравитационные волны, могу немножечко так подумать о том, что, возможно, там какое-то влияние и есть. Но, в принципе, это всё нерационально. А рационально – это то, что мы сейчас можем сделать. Существуют законы науки, законы Ньютона никто не отменял, их никто не придумывал. Это законы физического мира. На этом и стоит наука. Спорить о том, что было раньше, что было правильнее и так далее, физика существовала и до того, как люди открыли физические законы. Смысла сравнивать науку и другие методы предсказания, либо поиска знаний или человеком самого себя, нет никакого. Спасибо. Что вы скажете? Наука всегда опиралась на объективные знания и субъективные суждения. Вот субъективная сторона вопроса как раз и состоит в том, что в определённых случаях наука обращается к неизведанному, непознанному, то, что мы говорим, человеческое сердце, интуиция и тому подобное. В частности, в науке используются интуитивные методы изучения. Спасибо. Итак, время первого раунда истекло. Теперь слово судим. Итак, Игорь Ильич, и стартовые позиции, по вашему мнению, сильнее? На мой взгляд, гораздо сильнее позиция у учёных. Я записал, что говорили гадалки, синий угол. Мария, надо полагаться на интуицию. Яна, что нужно верить сердцу. На мой взгляд, это неубедительно, особенно для экономических прогнозов. Поэтому побеждают учёные. Спасибо. Оксана, а вы как думаете, сегодня гороскоп читали? Какие они вам подсказывают на сегодня события? Нет, я не читаю таких гороскопов. Но в целом хочу сказать, что, безусловно, в одном углу ринга люди уважаемые, которые оперируют реальными фактами, сухой информацией. И вместе с тем, мне, как человеку творческому, который черпает вдохновение, что называется, из космоса, очень будет интересно послушать вторую позицию. Поэтому не всё в нашей жизни можно объяснить с помощью логики. Спасибо. Мария, вас, ваши оппоненты, не переубедили в том, что нужно использовать научный подход при составлении прогнозов? Нет, научный подход – это не моё. Если… То есть вы больше прислушиваетесь к мнению карт, чем к мнению людей, например? Почему я взвешиваю мнение людей, но всё-таки, если мне интересно узнать ответ на какой-то вопрос, ненаучный абсолютно вопрос, и нелогический, почему я не могу воспользоваться картами, как подручными средствами? Хорошо, спасибо. Яна, а вот что говорит сердце сегодняшних участников другой команды? Какая у них энергия или энергетика, как правило? У каждого своя. Какая? Вы же, наверное, чувствуете не все биоэнергеты? Да, чувствую. Абсолютно хорошее, положительное. У каждого свой взгляд, своё мировоззрение. Так человек и живёт, со своим взглядом, со своим знанием. Да, он так и строит свою жизнь. То есть вся истина, она есть, все ответы есть, кто чем пользуется. Поэтому это дело выбора. Андрей, скажите, что вам сегодня сказали звёзды по поводу эфира, каким будет финал? Ну, я такие прогнозы короткие редко делаю. Но всё равно, я думаю, что будет найдена какая-то золотая середина. Звёзды, вы к ним не обращались сегодня? Ну, я всегда в курсе положения планет. Работа обязывает. Вот то, что я сказал. То есть звёзды предполагают более дипломатический финал. Спасибо. Скажите, вас часто называют астрологом? Это вообще не обидно? Нет, астрологом меня называют редко. Это не обидно. Хотя астрология, да, действительно, достаточно такая древняя, ну, не наука, а, скажем так, древнее знание, которое есть у людей. Ну и что я могу сказать по этому поводу? Только то, что составление карты — это ещё не всё. И вот то, о чём я говорил, влияние гравитационных составляющих от того же Луны, это всем известно сейчас. Насколько гравитационно влияет Сатурн, там, Меркурий и все остальные, ну, очень-очень-очень сомнительно. Спасибо. Денис, вы политический консультант. Многие политики верят в потусторонние силы и разных шаманов. Приходилось сталкиваться с такими, может, чаще они всё-таки их выбирают? Политики не выбирают шаманов, но политики, как люди, они всегда имеют какие-то свои предпочтения и какую-то веру. Да, безусложно, приходилось сталкиваться в работе с людьми, которые верят в что-то нерациональное. Однако на то консультанты существует, чтобы учитывать все характеристики политика. Но, поверьте, иррациональная политику никогда не помогала. Спасибо. Сегодняшние аргументы с другой стороны вас как-то вдохновили. Может быть, вам хочется прислушаться к кому-нибудь из них? Вообще, кто вы по знаку с дяком? Я знаю, я знаю, у меня рак. Вот. Они интересные. Значит, вы верите в горст? Во всяком случае, они имеют определенное смысловое значение. Но прежде всего я хотел бы сказать, что, например, для экономической науки это важны именно экономические объективные методы. А субъективные методы мы дополняем. И это справедливо. Спасибо. Итак, по итогам первого раунда. Раздельным решением судей объявляется ничья. Один-один. Второй раунд. Глухая защита. Правила второго раунда. Я задаю вопросы каждому из вас по очереди. Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным. Итак, поехали. Юрий, экономические эксперты часто обманывают людей так же, как гадалки, метеорологи, хироманты. Примеры тоже банкротства МММ, американская большая депрессия 30-х годов, финансовый кризис 2008-го. Получается, что люди в белых воротничках обманывают своих клиентов. Ничего личного, только бизнес. Вот вы готовы встать в один уровень с шарлатанами? Воротнички не обманывают, они просто ошибаются. У каждого есть право на ошибку, считаете вы? Конечно, конечно. Вы часто ошибаетесь в прогнозах? Ну, вы знаете, скажу так. Тогда, когда я даю прогноз, он, как правило, сбывается. Но есть ситуации, когда дать прогноз достаточно сложно. Зачем браться? И вот в этих случаях люди не берутся. Те, кто понимает, что могут ошибиться. Но некоторые берутся давать прогнозы, потому что прогноз в значительной степени носит случайный характер и не обязательен к выполнению. То есть все, что вы говорите, ваши слова, это дело случая? Это возможно, да. Потому что прогнозирование, оно предполагает, что доля вероятности наступления событий, она может быть 90%, 50%. То есть вот сейчас, в 18-м предсказали, какая разница, что там будет в 19-м уже? Сегодня, может быть, доллар, к примеру, стоит, я не знаю, 69 рублей. Да ладно доллар, а что с рублем будет в 19-м году? Что вы скажете? В 19-м. Ну, что я могу сказать? Будет колебание. Как в одну, только в другую сторону. И я не ошибусь. Будет ли это 70 рублей или будет 65 рублей? Это вопрос достаточно сложный. Я придерживаюсь точки зрения, что будет где-то в районе 68-67 рублей. Ну, то есть такие общие фразы, колебания. Да, да. К сожалению, другая база для принятия решений отсутствует. Сегодня, на сегодняшний день, чтобы принять адекватное прогнозное заявление, что будет вот действительно так, так на основании существующих макроэкономических, микроэкономических параметров в нашей экономике. Как вы тогда работаете? За что вы деньги получаете? Я, во-первых, получаю не за прогноз. Это я сразу хочу сказать. Это хобби? Ну, в общем-то да. Прогнозирование – это в определенной степени хобби. Но вы себя позиционируете как экономический? Я прогнозирую себя, представляю себя как преподаватель. А в качестве кого вы здесь сейчас тогда? Ну, как преподаватель, как ученый, который занимается экономическими вопросами. А что с бензином будет? С бензином? Будет расти. Так же, общими фразами. Будет расти. Будет расти. Однозначно. Смотрю, ваши оппоненты тоже интересуются этими вопросами. Будет расти ли все-таки. Итак, Андрей. Астрология смело носит титул королевы лженаук. Псевдо-наука. В основном все ваши прогнозы, они также формулируются общими фразами, как и прогнозы, которые сейчас дал ваш оппонент. Признайтесь, вы просто хороший психолог, который может убеждать своих клиентов, подбирать нужные слова. А вот если не получается, то... Или на каком языке вы разговариваете, например, с кольцами Сатурна? Астрология настоящая. Бывает не настоящая? Ну, есть вот такая как бы популярная астрология. А кто определяет, настоящая или нет? Вы? Определяют люди, которые приходят к тому или иному специалисту. То есть подобное у нас основное такое правило притягивает подобное. А у вас большой рынок? Много на вашем рынке людей? Если человек... Я мысль закончу. А я вопросы задаю просто здесь, да. Если человек хочет не какой-то вот такой популистский прогноз получить, а получить знание о своем потенциале... Тогда это дороже. Тогда это астрология. Вот тогда это настоящая астрология. Потому что астрология настоящая развивает потенциал личности. И тогда... Так вот что развивает потенциал. Астрология. Астрология знания о себе, о своем потенциале, о том, на то, что ты способен сделать, в этой жизни совершить. И то, что твое, то, что ты должен именно ты сделать. Написать поэму, написать композицию какую-то музыкальную, нарисовать картину и так далее. А сколько таких потенциалов раскрыли вы? Стать хороших экономистов за тысячи. За тысячи таких талантов? Да. Писали поэмы, картины, сочиняли, придумывали все что угодно. Политики были к вам? Приходили? Политики были, но в единичном. Не доверяют? Нет, просто критические времена. Какое-то время человек побыл министром. И потом... А вот если бы пришел к вам, то, видимо, возможно, что путь был совсем другим. Нет, он пришел и стал министром. И стал министром. Да, и потом просто я его предупреждал, какие вещи ему не надо делать, какие-то левые схемы, то тогда бы он в этой должности остался. Но он совершил вот такую левую, поучаствовал в левой схеме и сняли с должности. То есть об этом тоже... Сколько стоит написать гороскоп? Ну, цены совершенно разные. Рынок очень обширный. У вас много конкурентов? Да, я не считаю их конкурентами. Конечно, отбирают ваших клиентов как-то. Нет, у меня свой кусок, которого мне достаточно для того, чтобы не переживать о будущем. И именно в связи с тем, что я работаю вот в этом энергетическом ключе, о котором говорила коллега, что я даю человеку его энергию, я открываю его энергетический потенциал. И это воздается сторицей обраткой. Если мне финансово, мои расценки очень щадящие, не помогают, как бы не получается делать что-то в жизни... То есть у любого энергетического потенциала есть цена? Идет отдача, возвращает... Жизнь мне возвращает не деньгами, а хорошими людьми. А вы контактируете с космосом? Хорошими энергиями. Контактируете, да, с космосом? У меня на моем участке дачном... На вашем участке. Вы можете прямо сейчас связаться со станцией мир? Стоит абрикосовое дерево, которое очень напоминает космическую антенну. Его видно из космоса. Со станцией мир можете связаться? Сейчас? Нет, ну это юмор, который я понимаю, но... Не контактируйте. Только не тот, в котором я принимаю участие. А вот где учат на астролога? А вот это уже призвание, я считаю. То есть научиться этому можно... Подскажут звезды, я понимаю. Вот это судьба тоже. Это тоже судьба. То есть не каждому дано стать астрологом. Школы астрологические после распада СССР... Ваших оппонентов получилось? Вы ведь чувствуете, смотрите на них? Что вы могли сказать? Ну экономисты могут взять, проэкспериментировать просто. С астрологией. И, кстати, Ньютон, когда он потерпел крах на бирже, он там тюльпанами торганул и пролетел. А политологи Денис мог бы? И он стал заниматься астрологией. Он сказал, астрологию ругают те, кто ее не изучал. Вот и все. Как считаете, у Денисова получилось? Ну, экономист любой, взявшийся... Ты есть политолог? Циклический, политолог, экономист. Кто-то, кто работает с циклическими процессами, начав изучать астрологию, и будет очень сильно удивлен ее силой и ее точностью, кстати. Если говорить вот о колебаниях курсов и так далее, есть экономическая астрология и очень хорошие результаты. А почему бы вам бонусом не писать такие экономические прогнозы? Не ваши совершенно? У вас просто нет образования соответствующего? Нет, просто это не мое. Мне это неинтересно. А что интересно вам? Мне интересно... Как сегодня Меркурий? Ну, было когда-то интересно просто узнавать потенциал людей, как это получается, судьба как вот случайно складывается, и человек там в 60 лет становится писатель. А кто станет будущим президентом Украины? Вам не интересно? Ну, эти прогнозы делают, опять-таки, политические астрологи, особенно это вот сейчас популярно в Украине. Есть градации на политических астрологов, в том числе. Да, есть просто такое название, астрополит-технолог. Придумал себе один одесский астролог сам, и благополучно там пытается пальцем в небо попасть. Но есть такие тоже, к сожалению, эффекты тоже есть. То есть это и пальцы на небо. Поэтому на самом деле, ну, как бы... Спасибо. ...мнение об астрологии искажено. Денис, а вы не думали внедрить в свою практику что-то из астрологии? Не вижу никакого смысла. У политологии, как и у любой науки, есть свои инструменты, которые изучают общество, законы функционирования общества. И много лет эта интегративная наука, она включает и экономику, и исторические науки, и другие социальные науки. Ну, вы согласны, что прогнозы зачастую дело неблагодарное, но только неполитические? За то, чтобы в выгодном свете... Любые прогнозы – неблагодарное дело. И политические тоже, да? Если еще идет о политических прогнозах, то всегда говорят о нескольких сценариях и о вероятности этих сценариев. Потому что общество – это живой организм. На него воздействуют каждый день, каждый час и каждую минуту самые разные факторы. От отдельной личности до целых народов, государств и групп государств. Но мне кажется, что, чтобы предстать вот в ваших предсказаниях, в выгодном свете, очень многие политики готовы платить, я думаю, немалые деньги, особенно перед выборами. Ну, безусловно, это тоже работа. А сколько стоит из законченного негодяя сделать, например, депутата, ну, городского совета? Возьмем. Все зависит от негодяя, степени его законченности и городского совета. А есть какая-то вилка? Ну, безусловно, вилка есть. Но вы берете за такую работу? Конечно. Любой политолог, тем более политический консультант, политтехнолог, имеет интерес работать с людьми с незапятной репутацией и с неоднозначными. Вы знаете, достаточно интересный… Вам интересно делать из них… Экспириенс, как говорится, да, вот как каждому из нас, наверное, очутиться здесь, в этом ринге, независимо от того, какую степень комфорта он испытывает. А вам, как экспериментатору, потом спокойно спится вообще? Вас совесть не мучает? Я не экспериментатор. Но вы же проводите какой-то эксперимент с человека однозначного сделать неоднозначным, например? Ну, давайте так, степень неоднозначности я тоже всегда определяю, да, негодяй или преступник, мне не интересен как клиент и тот человек, которого я буду консультировать. У меня таких не было никогда и не будет. И цена вопроса здесь никак не играет абсолютно роли? Сколько бы вам не предложили? Цена вопроса складывается из самых разных факторов. Ну, невозможно сказать, вот, да. Ну, у любого негодяя есть цена. То есть, что задать вопрос, нет, это задать вопрос, а сколько стоит автомобиль? Какой автомобиль? Отечественного производства, внедорожник, грузовой автомобиль, с кожаным салоном или без, кондиционером и так далее. Ну, за миллион возьметесь? Не рублей долларов сделать из негодяй от того... Зависит от того автомобиля, который мне предстоит испытывать. Вы клиентов так расцениваете по маркам, да? Нет. Я привожу аналогию, чтобы было понятней слушателям и нам всем. Вот многие политологи сейчас ходят на телевидение как на работу, и часть из них, безусловно, получают за это деньги. На федеральных каналах такие шоу называют гонять хохлов. Вот у вас есть какая-то такса? Я на таких шоу еще не был. Вы малоизвестны? Просто не зовут пока, да? Широко известен в узких кругах, как говорят. А вот если предложат 2000 долларов, оплатят перелет гостиницу и в Москву завтра буквально? Не знаю, смотря на какое ток-шоу. Вот, опять же. Вопросы должны быть конкретными. К марку автомобиля. Смотря к какому ведущему, да? Но вы расценили такой вариант, да? Да, безусловно. Это одна из составляющих частей работы консультанта в любой сфере. И имиджа, прежде всего, вашего. Безусловно, имиджа. У каждой профессии есть элемент презентации. Конечно. Вы сейчас себя презентуете, как считаете? Ну, отчасти. Потому что данный формат-шоу меня несколько смущает, скажу вам честно. Вам не нравятся ваши оппоненты? Мне не нравится формат-шоу. Ну, это ток-шоу жестко. Здесь по-другому не бывает. Мне пока... Вам пока совершенно. Ничем вы не удивили меня. Совершенно не удивили. Но я думаю, что ваши оппоненты, они впоследствии вас, безусловно, удивят. Посмотрим. Здесь я задаю вопрос. Пожалуйста. Денис, следующий вопрос. За месяц до побега с Украины Виктора Януковича вы утверждали, что он владеет очень важным политическим искусством в ожидании. И с его помощью Майдан вымотает. Вот чем все закончилось, мы прекрасно знаем. Как вы считаете, это ваш самый неудачный прогноз или более хуже? Почему неудачный прогноз? Это прогноз одной из вероятностей того, как могла развиваться история бывшей нашей с вами страны. Вопрос ожидания, он был очевиден. Янукович ждал, как разрешится ситуация. Так как разрешилось в тот раз, в 2014 году, таких прецедентов в истории Украины не было. И, конечно, как политик, он предполагал, что все рассосется. Тогда карты как-то... Нет, мне... Вам было неинтересно, в какой стране вы будете жить, какая разница, да? Я знаю, где там, где я, там всегда хорошо. Я оптимист. А где вы, там и счастье. Там и праздник, да? Во всем, да. Во всем есть счастье. А что там стоит политикой? Пускай Денис занимается, да? Конечно. Я не занимаюсь политикой в данном ситуации. Когда я говорю о прогнозах, я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь в большей степени наукой. Наукой. Прежде всего. В большей степени наукой. Когда речь идет о прогнозировании. Ян, вот вы гадаете на рунах. Да, я использую. Вы считаете их более эффективным инструментом, чем кофейная гуща или что-то другое? Карты, например, те же. Нет, я вам скажу, что... Я попрошу наших ассистентов вынести флипчарт, пожалуйста. Ян, сможете написать весь рунный алфавит? Нет, рунный алфавит писать не буду. Я его использую лишь для убеждения своих клиентов. Ни одного знака здесь не сможете? Нет, почему? Конечно смогу. Что-то же выучили все-таки, чтобы как-то произвести впечатление на клиента. Господи. Они есть и в перевернутом, и в прямом положении. А на события в новом году вы руны еще не раскладывали? Что будет в 2019? Да, естественно, я это сделала, потому что я иду на передачу, так я этим не занимаюсь. Ну, я смотрю, вы подготовили раз, два, три, четыре, можно еще больше. Да, можно еще. Так все-таки останется у власти Порошенко или нет? Или политика это вообще абсолютно не то, что нужно вам? Ну, мне это особо не интересно. Вот. Я думаю, что нет. Так все-таки? Все-таки нет. Все-таки нет? То есть раскладывали, да? Нет, я вот сейчас говорю. То, что приходит. А откуда к вам приходит? У нас ответы есть на все, да? И когда к вам приходит какой-то ответ, то есть он уже есть в пространстве вариантов. Вот. И самый первый ответ, он всегда бывает очень точным. А что это обозначает вообще? Это, ну, их там 20 футарк, из 20 рун, да? 24, вот. Каждая руна имеет... Вам интересно то, что сейчас рассказывает ваша память? Каждая руна имеет значение. А есть руны, которые вот... Я только понимаю, что это все то, что относится к иррациональным прогнозам. Да не совы, что скажете. Именно то, что иррационально. Вам интересно? Я ничего не скажу. Вам не интересно. Совершенно чисто основано на психологии. Видите? Может быть, на опыте какому-то. Согласна. Люди, которые не занимаются этим, занимаются своим делом, им интересно свое дело, да? Каждому интересно и здорово, что он занимается своим делом, если это его дело. Вот каждый занимается своим делом. Мне нравится биоэнергетика, психология. Руны я использую лишь для убеждения людей, потому что они больше верят вот каким-то магическим знаком, предсказаниям, кофе, картам. А ведь все находится у нас в голове. Мы со своими мыслями создаем свою реальность. Мы ходячий энергетический вот просто потенциал, который может все. Надо только в это поверить. А есть ли жизнь на Марсе? Смотря какая. Энергия там есть. А вы так же со смехом всегда предсказываете своим клиентам? Конечно. Я оптимист. Я думаю, все заметили. Верю во все хорошее. И знаю, что в каждом моменте есть плюсы. Их только надо видеть. А если человек вам с какой-то тяжелой жизненной ситуацией тоже? С тяжелой жизненной ситуацией, да. В основном все ей приходят с жизненными тяжелыми ситуациями. Нет. Я им объясняю, что не все так плохо. И раз эта ситуация у вас есть, вы благодаря ей становитесь сильнее. Вы становитесь выше на ступень. Это вас испытывает, да? Вас это делает мудрее. Ну, вы как психотерапевт, да? Конечно. То есть вы говорите человеку то, что он хочет услышать от вас. Я открываю тоже, как сказал Андрей, я открываю потенциал, который есть у человека. Но который он, понимаете, заглушает. И заглушает даже не он, а это информационное пространство, которое нас окружает. Пластиковая еда. И то, что в человеке снижает его уровень энергетики. Пластиковая еда тоже снижает уровень? Конечно. 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 Каким образом? Вилки как-то? Нет, пластиковая еда, я имею в виду, что еда с Е-добавками, ГМО. А вы еще и в этом специалисты? Конечно. Это неживая еда. И она снижает уровень нашей энергетики. От этого люди становятся, вот понимаете, как зомби. Они в спящем состоянии ходят. И они верят тем прогнозам, которые предлагают политологи, экономисты. И благодаря вот этому информационному мышлению, понимаете, которое они слушают. Я телевизор не смотрю. Вот они слушают прогнозы, и они думают, так и будет. И вот это коллективное мышление создает... Ваши оппоненты, получается, отравляют им жизнь, людям, которые приходят к вам, от них к вам. Отчасти. Они это слушают, понимаете. А все, видите, у нас в голове. Они это послушали. И начинают так мыслить. Что человеку вложили в голову, да, он начинает обмусоливать. А что он делает? Энергетика. Вы не верите прогнозам экономистов, политологов? Нет, почему? Вы смотрите. Так все-таки как-то почему? Не то, что я не верю. Ведь тут играет роль коллективное сознание, мышление. Коллективное мышление. Как и бессознательное, да. Скажу, что вот коллективное мышление и создает прогнозы. Вы следите за курсом валют? Мне это тоже особо не беспокоит. А что будет с рублем? Если он по 100 будет, у вас это разве не будет беспокоить? Нет. Вы так хорошо зарабатываете? Достаточно. А почему вы не оказываете услуги психолога? Вам просто не хватает образования для этого, чтобы подвывискать другой? Нет, я психолог по образованию. Вы психолог по образованию? Да, да. У меня первая филолог, психолог и биоэнергетик. И еще сексолог. Ух ты, какая интересная тема. Да. Потому что это все взаимосвязано. Я говорю, рынок просто вы уже не знаете, в какую сторону перенаправить. Нет, просто это все взаимосвязано. Прогнозы. Валерий, вот сейчас мало кого-то интересуют галактики, звезды, планеты. Место научных сотей в газетах заняли колонки астрологов. Получается, если людям интереснее читать и слушать ваших оппонентов, то, значит, ваши труды никому не нужны? Ну, это ошибочное мнение. Потому что сейчас развитие физики идет, скажем так, совершенно другими темпами. Сейчас, когда начали запускать космические аппараты, и практически каждый, сидя, скажем, в любом месте мира, может спокойно смотреть, что происходит на одном космическом аппарате, на другом. Даже те же, ну, тот же Хаббл известный или Соло космической обсерватории. Любой человек, даже школьник, может заниматься тем, чтобы видеть, как это происходит в реальном времени, сегодня, сейчас. Поэтому наука шагнула настолько далеко вперед. Два года назад были открыты гравитационные волны, о которых я говорил, и теперь у меня иногда возникают сомнения, может быть, астрологии что-то и есть. Так, может, перейти сразу туда? Нет. Вот почему что-то? Потому что до сих пор мы понимаем, как горят лампы, мы понимаем, как ездит автомобиль, но мы никак не можем понять, почему, когда мы подпрыгиваем, мы возвращаемся на месте. Что это за сила, которая нас держит? Может, вам просто начать составлять собственные астрологические карты и перейти? Нет, здесь гораздо интереснее разобраться, почему мы все-таки притягиваемся. Вот что есть такое гравитационные волны? А что прибыльнее, астрология или астрономия? Как считаете вы? Ну, на сегодняшний момент все зависит от того, как этим заниматься. Если человек занимается профессионально, то прибыльно и то, и другое. Вы профессионалом считаете своего оппонента? Ну, если он занимается этим профессионально, и есть люди, как он говорит, более тысячи человек, которые ему верят. Почему нет? Да, он профессионал в какой-то коротенькой своей области, которую мы не признаем и не будем признавать это как астрологию. Хотя, я говорю, вот маленькая черноточинка, она все-таки засела два года назад, и вот до сих пор как-то все-таки... Вот за всю историю ваши коллеги, они предсказали всего три долетевших до Земли астероида, причем самые большие, как Челябинский метеорит, они даже не видели. Научное КПД у вас получается как у ваших оппонентов, практически равно нулю? Ну, нет, нельзя так сказать, потому что все же зависит от того, как все двигается. На сегодняшний момент, опять же, это прорывная технология, то, что космос... Вы продвижение небесных тел сейчас пытаетесь? Да, продвижение небесных тел и продвижение того, чем мы занимаемся. То есть космические аппараты, которые сейчас работают, ведь очень много работает и на то, что отслеживают именно эти объекты, мелкие объекты и крупные объекты, которые двигаются вокруг Земли. Да, не все, конечно, тот Челябинский метеорит, но не такой уж и большой был. Ну, о нем говорят все, да. Да, о нем говорят все, но он не такой вот. Вот Тунгусский, да, вот это вот катаклизм был. Сихотелинский, да, это тоже был. Царев тот же, который в Лагограде упал. Но, в принципе, он менее известен, но тем не менее известен. И тот, который в свое время сделал воронку в Соединенных Штатах. Это большая... Тем не менее, астрологи безо всякой технической помощи могут предсказать столкновение с планетой Нибиру тоже 1 января. А вы? Ну, дело в том, что как таковой этой планеты никто не открыл, никто ее не видел. Поэтому говорить о том, что есть такая планета, это просто... А есть такая планета на самом деле? Нет. Это все профанация, да? К астрологии они имеют отношения никакого. Никакого, ни к астрономии, ни к астрологии. Ни к астрологии. То есть конца света не будет, да? Ой, с 2012 года отвечаю на этот вопрос, что... Так я буду задавать еще и в 19-м, в 20-м, все что-то ждут. Работа такая. Работа такая. Как и у вас отвечать на этот вопрос? Говорю, что спокойно живем дальше и встречаем Новый год. Да, так когда-то еще говорил и Карлсон. Спасибо. Мария, гадать на кофейной гуще давно стало устойчивым выражением. Означает предсказывать наобум. Вот попадет или не попадет? У вас лично какая статистика? 50 на 50? У меня статистика то, что я чаще обращаюсь к картам. Кофейная гуще, она довольно-таки интересна. Это просто утром после того, как выпил чашку кофе? Почему же? Ну, не знаю, когда вы гадаете. Нет, я же не для себя, я для других. Зачем для себя, если свое и так знаешь, что тебя ждет? Вы знаете, что вам предрешено? Да. Вы знаете свою судьбу? Да. А как вы с этим живете? Ну, как-то справляюсь. До 30 дожила, доживу еще. Дай бог. Больше. А по поводу кофейной гуще, это скорее как для встряски. Гадание, все равно человек пьет кофе, она впитывает эту энергетику. Это же еще арабское гадание. Так если арабы, которые великие аналитики, великие математики в это верили, так почему не хотят поверить другие? Там прекрасно все видно. Ну, если ты умеешь, конечно, видеть и считывать информацию, особенно если ты в себе оставил немного ребенка и отключил логику. Аналитики, они... А что ваш внутренний ребенок, по-моему, обычно говорит? Ой, мой внутренний ребенок чаще хочет отдыхать, чем работать. Но на самом деле... Просто вы еще не выросли, да, много клиентов, я понимаю. Дело... Я к клиентам отношусь, в принципе, как к гостям. Они пришли, они поделились своей проблемой. В какой-то степени это психология, но с другой стороны, они пришли за вопросами. Есть абсолютно обычные люди, есть люди серьезные, у которых, например, свой бизнес. Так почему, если они в это верят, если эти прогнозы у них сбываются, те же самые прогнозы. А почему, как вы считаете, идут к вам, а не к экономистам, те же бизнесмены? К экономистам они тоже обращаются. Но, видимо, то, что сказали экономисты, они хотят подкрепить еще какими-то доводами. Потому что, ну, более серьезные люди, политики, бизнесмены, они, в принципе, они анализируют все возможные варианты, все возможные способы. Так зачем опираться на что-то одно, которое постоянно провальное, если можно обратиться к тому, что проверено веками? Просто прийти к вам, и все будет хорошо, я поняла. А почему бы нет? Если Сталин, Гитлер охотились за реликвиями, если они обращались к таким, как я, если Александр Македов... А вы себя плохо кончили, кстати, да, вы себя сравниваете. Я себя не сравниваю, боже упаси. Я наоборот говорю, что великие политики, они обращались к людям... У вас много политиков в вашем... С политиками я, кстати, еще не сталкивалась. Я не буду даже обманывать. Ну, я думаю, все впереди. Но если верили такие великие люди, добивались высот, и прогнозы сбывались, вы все прекрасно слышали о том же Вольфе Мессинге. Я не ошибаюсь в том числе. А что вы можете предложить политикам? Как вы думаете, что им может быть интересно вот от вас конкретно? Им, в принципе, возможно, будет интересно, какое решение принять, какое, опять-таки, я даже не знаю. Я понимаю, что вы не знаете, ответственность за судьбу человека вас не пугает вообще? Вот то, что вы расскажете ему. Если честно, я отвечаю на вопросы, которые мне задают. Но я сразу говорю, например, что-то, это вот та вероятность, которую не изменить. А что-то, то, что можно поменять. И я сразу это объясняю, что это можно изменить, это изменить уже нельзя. А по телефону можно разложить карты, второе узнать? Нет. А как же энергетика? Это же человек должен касаться их постоянно, я так понимаю. Я сразу говорю, я по телефону гадать никому ничего не буду. Это обман. И самообман, и обман людей. Зачем? А зачем я буду кому-то лапшу на уши вешать? По большому счету. Но вы ведь себя позиционируете еще и в том числе как мастер по исправлению судьбы, да? Это то, что я сказала вот буквально несколько фраз назад. Если я разложила те же карты, как бы... А как могут быть разукрашенные кусочки картона вообще повлиять на судьбу? Они не влияют на судьбу. А на что? На метод тот, который в ваших руках. Инструмент, прежде всего. Это инструмент, тот же самый инструмент. Я сказала возможные прогнозы. То есть, если ты сделаешь это, у тебя будет такой результат. Если сделаешь это, будет такой результат. То есть, я человеку даю альтернативные пути, как Илье Муромцу, у которого камень не стоял. А вы считаете, что в 30 лет вы человек состоявшийся и можете действительно советовать что-то, например, другим людям? Я не навязываю свои советы. Если человек ко мне пришел, значит, ему это надо. Не я же себя навязала, позвонила, нашла номер, вот, обратись ко мне за советом. Человек обратился ко мне за помощью. Он хочет что-то узнать. Я сразу сказала, я не вмешиваюсь в твою судьбу, у тебя есть этот, этот, этот вариант. Пойдешь так, сделается так, выберешь этот вариант, получится так. Я не навязываю свое мнение. Спасибо. Итак, время второго раунда и стекло. И теперь слово судьям. Ваше мнение не изменилось? Как насчет гадания на фондовой бирже? Вы знаете, довольно грустно, но в этом раунде ни одна из сторон не продемонстрировала способность прогнозировать будущее. Меня, как экономиста, интересует, какой будет ВВП, промышленное производство. Будет ли в следующем году очередной экономический кризис? К сожалению, обе стороны расписались в некомпетентности, как-то прогнозировать будущее. Поэтому ничья. Оксана, кого наши вопросы поставили в тупик, кто сложнее всего с ними справлялся? Ну, знаете, я вот согласна с Игорем, что хотелось бы конкретики, да, конкретных каких-то предсказаний. Если уж к нам пришли такие вот люди, пусть скажут нас, что ждет нас в следующем году, да. Либо же оппоненты тоже пусть вступятся и что-то скажут. Вот, поэтому хотелось бы какой-то предметной беседы, что называется. Спасибо. Мария, до эфира вы сказали, что купили два дома. Это вы столько на гаданиях заработали? Нет. Чтобы что-то купить, надо, чтобы что-то было, чтобы вложиться в эти покупки. Соответственно, я продала одно и купила все в одном городе, чтобы перевести к себе поближе семью и быть рядом с семьей, проводить с ними больше времени. А гадания вас хорошо кормят, Илья? Я практически не беру за это денег. Я скажу так, я просто помогаю людям. Нет, определенно всегда есть цена вопроса, потому что это в первую очередь мое личное время. Это не пять, не десять минут, это может быть час, это два я выслушиваю человека. Но зачастую я денег даже за это не беру. Хорошо, спасибо. Яну, вы сказали, что знаете ответы на каждый вопрос. Хорошо, тогда как закончится сегодняшнее шоу? Вот какой будет счет, скажите конкретно. Именно счет выиграет та или иная сторона? Каким счетом 3-2 или 2-2? Знаете, может быть даже ничья. Это один из вариантов. У нас есть много вариантов, да, которые может произойти. То есть один из вариантов, что может и ничья. Потому что не та сторона, не эта сторона. У каждой своя истина. Так все-таки вы ответы не знаете? Ничья, я полагаю, ничья. А цифры 3-3 или 2-2? Ну, если нам сейчас сказали, что у нас ничья первый раунд. Какие цифры? Это получается 1-1? Я же не понимаю, как счет ведется. 1-1, да? Значит, 3-3. Вы готовы, например, кого-нибудь из другой команды обучить астрологии, передать ему свои знания? Или все-таки это только избранным дано? Я знаю, что человек приходит к астрологии, когда он готов воспринять этот действительно большой поток. Энергии. Вы сейчас кому-то передаете свои знания? Не искусственно происходит. Ну, у меня сейчас есть два ученика. Спасибо. Как мы поняли, все-таки намного меньше информации от звезд вы получаете по сравнению с астрологами. Может быть, вы не туда смотрите? Нет, информации получаем много и достаточно большой массив данных. То есть, его настолько звезд-то настолько много, и сейчас уже открытие планет даже у тех звезд, которые есть в нашей галактике, есть даже открытие экзопланет, так называемых, на которых возможно жизнь, которая находится примерно в той же климатической зоне, что наша Земля у Солнца. Но все-таки предсказать конец света не в состоянии? Предсказать конец света в состоянии, почему нет? Мы знаем, что жизнь, рождение, жизнь и смерть звезды, она происходит. И пройдет 500-600 миллионов лет, и наше Солнце разрастется до орбиты Сатурна. Спасибо, что время еще есть. Денис, не боитесь ли нашествия в свои клиенты негодяев после того, как заявили, что можете из них сделать депутат? Не боюсь. Мое дело, соглашаться или нет? Работать с политиками. А скажите, кого-нибудь, может, расскажете нам, из кого вы все-таки сделали настоящего избранника? Нет, не расскажу, потому что это вопрос конфиденциальности. Хорошо, спасибо. Юрий, все-таки насчет гадания на фондовой бирже хотел у вас узнать. Может быть, вы разбогатеете, если последуете предложениям ваших оппонентов? Однозначно нет. Почему? Во-первых, потому что я не совсем согласен с теми доводами, которые мои оппоненты. Но другие фондовые биржи и вообще эти различные финансовые институты, они обладают своими собственными инструментами и закономерностями своего развития. Поэтому здесь скорее, да, есть удача, есть неудача, есть спекуляции и так далее. Поэтому здесь ни астрология, ни руны, ни кофейные гуси или тара помогают, а вот те инсайдерские информации чаще всего, которые получает тот или иной инвестор или участник того или иного торговой операции на фондовой бирже. Спасибо. Итак, по итогам второго раунда общим на этот раз решением судей вновь объявляется ничья. Таким образом, общий счет после двух раундов становится 2-2. Впереди третий решающий раунд. Третий раунд. Полный контакт. Правила третьего раунда просты. Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга. Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперников в целом. Ограничения по времени ответа нет. Остановить схватку могу только я и судьи. Итак, начинает ваша команда. Пожалуйста, ваш вопрос к команде оппонентов. Ну, у меня возник сразу первый вопрос. У вас все всегда упирается в цену вопроса, как финансовые аналитики, политические аналитики. А вы считаете себя альтруистом? Вы же берете деньги за свои услуги. В какой-то степени, да. В какой-то степени? Я альтруист. Потому что зачастую я помогаю людям абсолютно бесплатно, о чем я сказала ранее. Соответственно. Но у вас все цена вопроса. Тысяча, две тысячи долларов. Соответственно. А кто тоже назвал расценки, да? Вы до этого озвучивали. Вы мне вопрос задаете? Нет, нет, нет. Вы озвучивали команде оппонентов. Такой вопрос. Вот если вам предложат две тысячи долларов, полетите в Москву. А вам, если предложат две, не полетите за консультацию? Помочь человеку, но за деньги. Пускай человек прилетает. Сюда. Ваш вопрос, пожалуйста. Так мой вопрос таков. А существуют ли какие-то моральные границы и совесть подобных вопросов? Однозначно отвечаю. Потому что есть негодяи, не негодяи. Существует и в прогнозировании, и в экономической науке. Да и не только в экономической, в любой науке. Существует и моральный кодекс, и правила, и, как вы говорили, альтруизм. Они всегда существовали, существуют и будут существовать. Денис, пожалуйста. Ну, вопрос... Мораль. Есть у вас мораль? Вопрос риторический. И пожали плечами. Риторика. Да, совершенно верно. Вопрос риторический. Мораль есть, безусловно. Но до этого же вы мне сказали, точнее, не мне, вы сказали всему залу, что как бы... Ну, тогда из-за сегодняшнего эфира я должен был получать деньги и так далее. Конечно, кто-то дешевле, кто-то дороже. То есть, получается, морали как таковой нет. Денис, сколько мы вам должны? Вы мне нисколько не должны. Получается, морали как таковой нет. Мораль оценивать свою работу в тех или иных денежных суммах... Но если вы беретесь за сложные случаи, получается, это немножко аморально. Профессионализм должен быть бесплатным. Сложные случаи заключаются не только в моральных или неморальных вопросах, а в трудности работы. Все равно вы не ответили на этот вопрос. Я считаю, что я ответил. Хорошо, пусть будет так. Пожалуйста, Валерий. Тут даже и сказать нечего. Это, собственно, мораль, она всегда была, она всегда есть. Мораль нет у вас? Она всегда будет, она всегда была, есть и будет. Поэтому, естественно... То есть, к науке какие вопросы... Совесть у астронома есть, я правильно понимаю? Тут абсолютно даже вообще никаких этих не может быть. У любого сообщества, а тем более у астрономов, которые только занимаются тем, что смотрят на звезды, изучают галактики, естественно, им нету каких-то там альтруизмов и каких-то там финансовых влияний. Вам не нужны деньги? Потому что профессионалы, профессионалы, те, которые хорошо работают в любой области, они совершенно спокойно зарабатывают. А астрономам деньги не нужны? Почему не нужны? Я говорю, они хорошо зарабатывают, те, кто профессионалы. Действительно, на самом деле. Да, есть проблема в том, что у нас сегодня, скажем так, те, которые шоумены, занимаются этим профессионально, зарабатывают больше... Как кто? Как ваш оппонент? Ну, как наш оппонент, может быть, я не буду спорить. Ну, какие-то шоумены, я говорю о шоуменах, или оппонент, который занимается астрологией, говорит, что у него более тысячи человек, которые он совершенно спокойно поднял до каких-то высот. У вас действительно больше тысячи человек? Да. Или это все? Да, действительно. Ну, я не говорю, что я не верю, но я просто-напросто... Завидуете? Нет. Я же говорю, что каждый в своем должен быть профессионалом. Тогда он, знаете, получает неплохие деньги. Да, наука немножечко, да, сейчас она всегда была, скажем так, недостаточно оценена обществом, к сожалению. Спасибо. Пожалуйста, вопрос вашей команды, команде оппонентов. Кто будет задать вопрос? Ну, у меня вопрос тогда ко всем. Конечно, да. Если они говорят, что они могут предсказать, предсказали ли вы вот этот развал, который произошел, в результате которого мы стали Россией? Разве он не был очевиден? Если бы вы смотрели телевидение внимательно, включая развлекательные передачи... А вы знали заранее, правильно я понимаю? То есть для вас это было абсолютно... Это было очевидно, даже исходя из телепрограмм... Плохо, что это нельзя доказать сегодня, что для кого-то это было очевидно. 2010-х, 2007-х годов, я тогда была еще юная, смотрела часто и юмористические, и различные передачи. Ну, и политические переключали, да, попадали. Периодически, да, в политических передачах этого было меньше. Но все эти разговоры велись еще тогда. Да, полнамеки, полуфразы. Это было уже очевидно. Тут не нужно быть гадалкой, чтобы видеть такие вещи. А вот и раскладывать тоже нет никакой необходимости. Почему? А вы считаете себя гадалкой? Ну, меня так назвали в начале передачи. Ну, знаешь, вы считаете себя так, да. Назвали, как меня назвали хорошо, так я сегодня себя и буду позиционировать. А по своим внутренним убеждениям, вы как мастер по... Как вы говорили? Я могу подкорректировать судьбу. Мастер справления судьбы, да. Почему бы и нет? Если человеку нужна помощь, если у него есть альтернативный вариант, который менее разрушительно ударит по его жизни, почему бы ему не подсказать этот вариант? Да, по картам я очень хорошо гадаю, но действительно, по поводу развала, это было очевидно из всех телепередач, из всех разговоров. Да даже выступление Жириновского уже об этом тонко и прозрачно прямым... Всем очевидно, а Валерию это прямое не было очевидно в то время абсолютно, да? Да, не было очевидно, поэтому, да, совершенно... Вы совершенно искренне интересуетесь в коллегах. Как у них получилось то, что не получилось у вас? Что скажете вы? Ну, вы без политики, да? Я без политики, но у меня в роду просто. У меня бабушка была из моей видящей. Мама гадает тоже. Вы потомственная. Да, я потомственная. У меня это идет, скажем, корни моей. С поколения в поколение. Да, из поколения в поколение. Просто я еще молода, как мне еще говорят, это еще больше будет открываться. Сейчас я больше чувствую людей, да, в состоянии их. И скажу, что моя мама это предвидела. Она видела... На вопрос ответите? Да, отвечу. Это было известно, скажем, моей маме. То есть она это предвидела. Она сказала, что будет какой-то развал, отсоединение. Там очень сильная была буря на Украине. Что-то, говорит, будет. Но у нас все, говорит, хорошо. То есть она осталась там, за пределами. То есть с Крымом будет все хорошо. А на Украине очень будет плохо. То есть это было... Буря. Это сон ей пришел? Она сидела на кухне во время обеда. Как это произошло? Это ей пришел сон. Она видит сны. Иногда они, на самом деле, сны... Вещи сны. Вещи. Верганопеджи. Конечно, да. То есть я ее слушала и говорю, возможно. То есть я знаю, что у нас есть такой дар предсказывать. Конечно, я верила маме. А что предсказали вы? Вы в планету Нибиру верили? В планету Нибиру верите? Нет. А что вы предсказали-то? По поводу Украины вы имеете в виду сейчас? Давайте по поводу Украины, да. Я лишь могла к этому прислушиваться. Я не занимаюсь политикой. То есть я прислушивалась, сказала, что вероятнее всего, что может быть такое. Может быть, что-то и будет. Но главное, что там, где мы, там всегда хорошо. Вот и все. А то, что касается судьбы человеческой, вам... У каждого своя судьба. И все в жизни очень справедливо. Каждый притягивает то, что он заслуживает. Понимаете? Своей жизни. По своим мыслям. Что скажете, вам было очевидно в то время? Мне было это очевидно немножко ранее. Потому что в 2003-2004 году, когда произошел конфликт из-за севастопольских маяков, которые принадлежали российскому флоту, и как раз тогда пришел к власти Ющенко, происходил такой мини-конфликт. И на севастопольском телевидении, в новогодних программах я никогда не позиционировал себя как прогнозист в политике. Но мне задали вопрос. Политический астролог, да. Нет, сказали, задала ведущая вопрос. Я стал искать на него ответ. Как от человека или как от астролога отвечали? Как от астролога, да. И как будет этот конфликт решаться? В какие сроки? Как долго он будет длиться? И есть дата вхождения флота в Севастопольскую бухту. Первая дата, с которой начался Севастополь, в общем-то. И вот от этой даты, от карты этого вхождения флота российского в Севастопольскую бухту, тогда бухту Ахтиар, я построил прогноз, что судьба... С помощью Меркурия и... С помощью... Денис, а вам было очевидно? Данных. Что вы можете сказать? Я могу сказать, что ход истории совершенно четко давал ответы на этот вопрос. Во-первых, определенные законы геополитики. Во-вторых, динамика развития российского государства. А в-третьих, факт того, что при образовании независимых республик на пространстве бывшего Советского Союза Черноморский флот остался в Севастополе. Это было очевидно. Как в дальнейшем случае... А влияние звезд вы считаете, что могло какое-то оказать на это вообще? Я на этот вопрос отвечаю в течение всей передачи. У меня другие инструменты. Мыслительные, научные и так далее. Звезды не влияют. Они указывают даты, когда могут произойти те или иные события. Вопрос был ведущей программы Севастопольского телевидения о том, как будет развиваться судьба Черноморского флота. Был дан ответ, что вопрос будет решен окончательно и бесповоротно в 2014 году. Вот и все. А вы уже консультировались у звезд, каким будет 2019 год? Ну да, конечно. Что скажете? Ну, безусловно... Веселые старты или не веселые старты? Нарастают качели, экономические качели, геополитические качели. Вот эти опасные, в общем, в своей динамике. Потому что система пришла к критическому периоду. То есть, в принципе, нас ожидает к концу года суперкризис. А санкции? Ну, Россия, что интересно, для России это... Тогда снимут санкции. Суперкризис – это энергия для России. Россия странная страна, ее никто не поймет никак. Вы сейчас по поводу конкурентной способности правильно это понимаете? Чем больше кризис на нас наваливается, тем интереснее у нас получается решение. Поэтому для России год... Про санкции вы не ответили, но вы хоть ответьте все-таки. Когда снимут санкции? Что вы считаете? Санкции – двигатель развития России. Двигатель развития, да. Всего нации. Я прогнозирую, что в ближайшие несколько десятков лет санкции не отменят. Это однозначно. Если говорить вообще о взаимоотношениях России с зарубежными странами, Россия и Украина, надо обратить внимание на тот исторический период, когда еще Богдан Хмельницкий принимал решение и до Богдана, и после Богдана. Ситуация вокруг Украины, России, эта ситуация достаточно давно существует. Они сближались, расходились, воевали, гибли. Так они и жили, я поняла. Ян, а что говорят руны по поводу этого всего? По поводу этого всего? То, что сейчас мы собираем то, что сделали. Я про санкции, да. А вы именно этот вопрос. Да, ну, в России, конечно. Конечно. Даже вам это очевидно. Да. Хотя я в этом, в политике не разбираюсь, но мне просто неинтересно. Но я понимаю, что их не сниму. Да. Пожалуйста, вопрос вашей команды. Кто еще не задавался вопросом? Ян, да. Да, можно. Все-таки я считаю, что любое решение, которое к вам приходит, оно же приходит каким-то вот, как инсайтом, я слышала, вот вы сказали, да, каким-то чувством. То есть, как вы это можете объяснить? Вот вы делаете какой-то прогноз. Чем вы мотивируете? Вот что для вас имеет значение в данном случае, когда вы делаете какой-то прогноз? Ну, у нас в стране все очень просто. Это точный расчет. Это все просто точный расчет. Это абсолютно логика. Вот здесь можно спокойно представлять, когда затмение происходит. Если мы проводим прогноз или расчет какой-то прогноза, мы анализируем ту информацию, которая была раньше. И чем больше этой информации, и чем она более объективной, к сожалению, вокруг нас, очень много необъективной, неполной информации. Это еще страшнее. Вы же говорите, что ваши прогнозы не сбываются, как правило. Велика погрешность, ведь так? Конечно. Конечно, есть погрешность. И они действительно, они всегда сбываются. Но смотрите... Нобелевский лауреат, не буду называть его фамилию, в 2003 году спрогнозировал кризис в 2007. Он у нас состоялся в 2008-2009 году. Был спрогнозирован, и он состоялся. Криз состоялся. Поэтому, в принципе, кризисы фиксированы. Они циклические, и они появляются в определенное время. Так называемые известные циклы Кондратьева. Через определенное время у нас будут кризисы. И это есть. Кризис вот этого 2007-2009 годов будет повторяться. И сегодня он где-то приближается. Почему приближается? Потому что в целом в мировой экономике идет затухание. Валерий говорит, что на научном подходе все основано, а не на кофейной гуще, а не на картах Тару. Ну и пускай основывают себя на научном подходе. И у каждого свои подходы, и нужно уважать методы работы своих оппонентов и коллег. Ну что, как вы никогда не гадали? Все дело в этом. Нет, у меня есть известные, ну как, достаточно в узких кругах. Даже, я думаю, что коллега знает, и Будковский Андрей из нас в Симферополе, астролог. И, скажем, там есть еще астролог, женщина, которая... Так вам гадали когда-нибудь на картах? Нет. Вы не хотите узнать судьбу? Вам не интересно, что с вами будет? Я считаю, что будущее знать нехорошо, не нужно. А вы как считаете? А почему бы и не узнать будущее? Я, например, на ближайший год тоже посмотрела, что ждет Крым и что ждет Россию. Вы знаете, что ждет Крым и что ждет Россия в следующем году, да? Да, приблизительный прогноз уже составила. Денис, вы верите в такие прогнозы? Нет. Вам смешно? Вот Денису смешно. Отчасти да. А что скажете вы? Пускай смеются, пускай смеются. Ну, я так понимаю, мы так и не узнаем, что ждет Крым. Ну, так давайте озвучим. Ну, например, Крым будет в состоянии качель, потому что Крым будет ностальгировать по прошлым временам, но при этом он будет подстраиваться под новые обстоятельства. В целом в Крыму все будет более-менее стабильно и комфортно. А есть такой термин в политике ностальгия? Денис, что скажешь? В политике есть множество терминов. Ностальгия не относится к термину, к политическим терминам. Но я бы сказал так, что надо понимать, что и в политической аналитике необходимо учитывать самые разные факторы, в том числе и психологию тех, кто принимает решения и условия, в которых они оказываются. Ну, вот что вы можете сказать по поводу такого прогноза, довольно общими фразами про качели, про ностальгию? Вы сами сказали, общие фразы, качели. Я нисколько не умоляю право или интерес устраивать такие прогнозы. Хорошо, тогда давайте по поводу России. Россия к концу следующего года захочет заключить пакт. Вот санкции действительно не снимут. Но Россия захочет союз заключить. Мужчина какой-то очень стабильный, который будет очень много прогнозов. Я не могу гадать о мужчинах. Стабильных, нестабильных, в каких-то договорах и так далее. Вы меня перебили для начала, а это уже не аналитически и не научно. Это невежливо для начала. Вот я сейчас тоже высказываю точку зрения. То есть Россия захочет к концу года заключить какой-то союз политический. Главу государства будет представлять мужчина. Но этот союз закончится полным крахом. И по России очень сильно это ударит. И потом предложит союз. То есть страна поменьше и тоже одна крупная страна. Вы в это верите, Денис? Я никогда не собирался анализировать астрологические прогнозы. Страна будет под знаком Земли. Там ждет крах полный. Я не могу рассуждать в ваших категориях. Каждая страна под своим знаком. Россия под водолеем, например. Крым под скорпионом. Ух ты. Украина под знаком тельца. Вы знали об этом? Ну я, так как немножечко астрологией, скажем так, интересовался с точки зрения, потому что очень много задают вопросов по поводу... То есть все-таки все так. А что вы скажете? Вы как коллега. Как вам такой прогноз? Или у вас свой? Ну вот как мы понимаем, если это программа, которая на конфликте построена, то естественно, что какие-то мнения, которые не совсем рациональны. Ответь на вопрос. Вам такой прогноз близок? Ну относительно да. Я понимаю, что есть информационные поля, которые можно прочитывать. Что есть мужчины в политике. Договоры заключаются каждый год регулярно. Да, это совершенно однозначно. Это правда. И подвох, можно тоже предполагать, что он может быть подготовлен, ну, совершенно коварным образом для России. Но для вас это абсолютно не открытие. Ну, в принципе, я говорю, что этот мировой суперкризис для России имеет позитивное звучание, как ни парадоксально. А вы так считаете? Что вы скажете, как экономист по поводу кризиса, что это позитивно для России? Ну, смотря какой кризис. Какой кризис вы имели в виду? Ну, это системный кризис и геополитический. Системные кризисы не могут быть позитивными. Потому что системные кризисы приводят к краху. Астрологи считают не так. А если мы говорим о системе, то это означает, что система разрушается. Поэтому о системных кризисах нельзя говорить. Потому что кризис системный приводит к разрушению системы. Это однозначно. Это альфа и омега любой экономической и неэкономической науки. Вопрос стоит. О каком кризисе мы ведем речь? Если о кризисе экономического развития, то в данном случае, да, есть элементы кризиса. И наша задача преодолеть эти элементы кризиса. Если у нас для этого возможности есть, трудно. А вы как экономист, как собираетесь преодолевать или какой вклад в кризис? Не, я как экономист. Это задача всех. И вас в том числе. Да, и их в том числе. Рунами. Значит, и рунами, и что угодно. Здесь все иногда бывает хорошо. Да, хорошо. Потому что ее деятельность направлена на того человека, который к ней придет и будет работать. Может, этому человеку станет хорошо от этого. Это же нужно смотреть более, как говорится, глубоко и широко по этому вопросу. Вот пришел человек, он получил удовлетворение от такого взаимоотношения. Ну и счастье. А вы бы хотели, чтобы вам вот погадали? Нет, я бы не хотел. Не хотели судьбу? У меня есть какая-то совершенно другая позиция в этом вопросе. Какой-то особый способ говорить о будущем? Да, да. Я собственными, да. У меня собственные взгляды и собственные. Взгляды с космосом, я поняла. Вопрос очень простой. Вот здесь наша крымская экономика, российская экономика. Вопрос состоит там. Когда Крым действительно станет полноценной частью России? Нет, не законодатель. Крыма экономически станет полноценной Россией. Потому что сегодня экономически он не стал. Построили мост. А цены в полтора раза больше, чем в России. Мы получаем товаров с гульки носа. Вы поняли ваш вопрос. Пожалуйста, ваши ответы. Как вы считаете, что нужно сделать? Ближе только к концу. А что руны говорят, в конце концов? Ближе к концу следующего года Крым начнет адаптироваться к российским условиям. И начнется приниматься Россией как... К концу 2019-го вы разложили, вы все это уже знаете. Пожалуйста, Яна, что скажете вы? Что биоэнергетика говорит, когда Крым? А может, все и так хорошо? Все хорошо? Да, все хорошо. А разве нет? Вам светит солнце. Вы живете под голубым небом. У вас есть дом, горячая вода. Вы находите плюсы во всем. И жизнь станет легче по-другому. Потому что все, что вы думаете... У нас есть туристов больше, безусловно. Естественно. То есть мы развиваемся. Да. У нас делают дороги. Замечательно. Вот мы говорим о том, что становится больше туристов. А это позитив? Скажу, что это, конечно, для Крыма тяжело. При новогодний период и в любой другой, да, позитив. Это вот в летний период, при новогодний. А вот здесь как раз и есть проблема. У экономистов? Потому что... Да не у экономистов, а у Крыма. Потому что для того, чтобы принять увеличивающее количество сатурных, мы должны иметь соответствующие ресурсы. Согласна. Мы должны иметь соответствующую экологическую ситуацию. И нам нужно это все обеспечить. Спасибо, пожалуйста, ваш ответ. Есть цикл Юпитера и Сатурна, по которому совершенно четко прочитывается декабрь 2020 года. То есть соединение Юпитера и Сатурна произойдет в конце декабря. Черная Луна, Нептун. Это 20-летний цикл, экономический, кстати, который в экономике присутствует и очень легко прочитывается. Так вот, с этого момента Крым... Ну, это не только касается России, как полноценного вхождения экономического, организационного. Начнется признание Крыма на международном уровне как территории России. Это решит очень многие экономические, в том числе, проблемы. Спасибо. Ваш вопрос вы еще не задавали, мне кажется, да? Да. Пожалуйста. Ну, он очень простой. Когда-то меня, моя учительница, спросила, что если бы ты увидел, что твой ученик знает больше, чем ты, ты бы у него, ну, спросил, да, как бы, что... Вы у меня спрашиваете? Что он знает больше. То есть, как бы, преодолел бы какой-то свой комплекс. Вопрос такой, если бы вы все-таки нашли бы в знаниях, которыми располагали древние, в астрологии той же, может быть, в мантике какой-то, ответы на свои вопросы, вы бы признали, ну, как бы, этот момент, вот, ну, способ, да? Для того, чтобы найти там ответы, надо их искать. Я ответы ищу в других знаниях и источниках. Ну, то есть, вот, получается, что вы все-таки не будете, ну, изучать, если вы увидите какой-то практический результат. Вы не признаете. Просто нет практического результата. Ну, это же мыслить узко. Для меня это пока не пересекающиеся, там, не знаю, планеты и так далее. Ну, а если бы случайно вы вот так вот информацию получили бы? Ну, я вам ответил на вопрос. То есть, вы бы и не учли, все понятно. Но наука же предполагает мыслить широко, вы получаете мыслить узко? Ну, ответ получен. Нет, тут нельзя говорить об этом. То есть, ну, нет таких предсказаний, да, у астрологов, которые бы повлияли существенно на нас, чтобы мы об этом знали. Да, есть и сновидящие, как вот тот же Настардамус, да, как Ванга, как там какие-то другие менее известные. Это может быть, но это на уровне психологии, на уровне иррационального. То есть, то, что человеку пришло слышать, когда-то вещи сна. Это от лукавого лика? А это на каком уровне получается? Это я говорю... Ну, а если бы вот было рациональное зерно, вы бы его признали? Вот это вопрос. Ну, если бы оно было, если бы оно было, но столько лет прошло, астрология-то существует еще... А астролог с астрономом все еще спорят, да. Да, а толку-то до сих пор нет ни одного предсказания. Но толку-то в том, что сильные мира сего пользуются этой наукой и не дают доступ... Ну, они пользуются многим. Астрологи и на разведке работают, да? В общие массы, да. Поэтому... Астрономус — это психолог. Здесь очень спорно. Ну да, 500 лет там проспал, о, точно, война будет. Дело не в этом. Это психология разве? Просто есть понятие тайное знание. Я говорю, что это иррациональное, то есть то, что мы не можем объяснить. Сейчас подключится экономист, что скажете вы? Сейчас мы говорим только о рациональном, то есть расчетах, о каких-то там углах и так далее, о цикличности. Вас убедили ваши оппоненты? Ничего, к сожалению, нет. Меня не убедили мои оппоненты, но я придерживаюсь такой точки зрения, что надо слушать все стор. Я стараюсь по возможности слушать, но идти своим курсом. Спасибо. Вопрос Дениса. Спасибо. У меня нет вопросов. У Дениса нет вопросов? Нет. Да? Да. Это ваше право, пожалуйста. Так, спасибо. Наше время и стекло. Третий финальный раунд завершен. Мы ждем окончательного решения судей. Господа, у вас буквально 10 секунд. Итак, Игорь, резюмируя сегодняшний поединок, кто все-таки оказал на вас влияние и, может быть, переубедил? Начну с красного угла. Вот, например, Валерий Кравченко, астроном. Он может с высочайшей долей достоверности сказать, когда будет солнечное или лунное затмение. Абсолютно достоверно и точно. Он может составить так называемые эфемериды, карт будущего движения того же Меркурия-Сатурна. И этими картами в дальнейшем воспользуются астрологи, которые как-то на основании какой-то своей школы начнут это интерпретировать. Там есть ведическая школа, гамбургская, много других и так далее. И каждая из школ то или иное событие интерпретирует по-разному. То или иное событие на небесной карте. Таким образом, в данной ситуации астрономы, то есть ученые, намного более убедительны. И мне кажется, они могут для нашей повседневной ситуации дать гораздо больше, спрогнозировать, когда будет восход солнца или когда будет заход солнца. Также вот несколько ремарок по поводу уступления астролога Андрея Андреева. Он сказал, что к концу следующего года ожидается суперкризис экономический. А кстати, интересно, насколько на тебя это повлияло? Однако обычные экономисты без паранормальных способностей, они об этом говорят уже очень и очень давно. Но весь этот год, весь прошлый год говорили о том, что назревает, напряг, огромный экономический кризис. И Владимир Путин в одном из выступлений говорил о том, что мы находимся впереди достаточно серьезных экономических потрясений. То есть у Андрея нет какого-то эксклюзива, нет какого-то более глубокого погружения в ситуацию о том, что он знает больше, чем знают обычные люди. Я отдаю победу ученым. Спасибо большое. Оксана, ваши предпочтения все-таки произвели на вас впечатление наших представителей оккультных движений? Вы знаете, я, послушав одну-вторую сторону, поняла, что такой поединок ума и сердца сегодня состоялся. И все должно быть все-таки в гармонии, не нужно впадать ни в одну, ни в другую крайность. Мне кажется, в идеале, если бы люди эти находили общий язык, то что-то из этого рождалось бы хорошее, позитивное. Ну а в целом, конечно же, нужно понимать, что наше будущее зависит не от гадалок, астрологов и тех же политологов, а только от нас самих. И в этом вот смысле харизма, позитив Яны, он, конечно, тоже сделал свое дело. Нужно просто позитивно смотреть на этот мир и радоваться жизни и находиться в гармонии с самым. Спасибо. Спасибо. Итак, судьи сделали свой выбор. Раздельным решением арбитров в этом поединке победа со счетом 3-2 присуждается команде в красном углу сторонников научного прогноза. Вот так вы оказались убедительны. Это было ток-шоу «Жесткое». Мы надеемся, что каждая сторона изучит уроки сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире первого «Крымского» уже в новом году. И все будет жестко. Редактор субтитров А.Семкин